здравствуйте друзья как нарисовать спящего в берлоге медведя мы сегодня поделимся с вами секретами нашей студии покажем как это делаем мы зима это время когда вся природа засыпает это сложное время для обитателей леса и поэтому природа приготовила для них подарки для лисы и белки теплую шубку а для зайца белую шубку птицам приготовлены вкусные витаминные ягоды волку острый нюх оленю быстрые ноги а медведя природа научила засыпать на целых три месяца зимой прилетели первые снежинки а это значит нужно строить берлогу найти для нее огромное место все лето медведь готовится к зиме он набирает вес медведь прекрасный охотник чудесно ловит рыбу любит мясо ягоды растения очень любит мед удивительно когда медведь спит три месяца все процессы жизненные в его организме как будто бы змирают даже сердце бьется медленнее падают снежинки медведю можно настроить берлогу и укладываться спать медведь будет строить свою берлогу в лесу а мы нарисуем ее в нашей студии нам сегодня понадобятся кисти гуашь палитра ножницы клей вода и салфетки давайте приступим нарисуем линию горизонта наметим на листе место где будет спать наш медведь и заполню верхнюю часть листа воздухом я рисую вечер поэтому выбрала вечерние краски а для берлоги беру теплый солнечный тонал желтый охру желтогорячий цвет нарисуем деревья на переднем плане и на заднем цвет стволов может быть разный и серый темно-коричневый и более охристый выбирайте деревья порода деревьев самостоятельно я рисую елки можно рисовать березы дубы только елки или только осины тут ваша фантазия вам подскажет не бойтесь смешивать цвета работайте смело я добавляю веток формирую крону работаю гуашью хотя можно работать смешанными техниками можно попробовать и акварель в нашей мы пробовали рисовать и восковыми мелками тоже очень интересные получаются результаты белая краска поможет нам показать заснеженность леса придаст нам нотку морозной зимы нарисую медведицу маму я работаю охрой прорисовываю лапки голову туловище нарисую круглые ушки намечаю образ малыша когда мама медведица спит берлоги очень часто рождается в это время малыш медвежонок 12 и очень редко 3 медвежонка медвежата рождаются очень маленькие беспомощные но за зиму они подрастают и к весне уже выходит на прогулку взрослые трехмесячные малыши я рисую медвежонка темнее тоном чтобы его лучше было видно нарисуем медвежонку шубу теплую передние и задние лапки темно-коричневой гуашью выделим ушки мордочку и лапы маме вот так прорисуем шерсть шубку хвостик охрая белилами светлее нарисуем мордочки обязательно утеплим берлогу еловыми ветками и мухом остались мелкие детали и берлога с жителями обитателями сонными готова а чтобы никто их не тревожил мы нарисуем волшебную потаинную дверь берлогу вырежем окошко я придумала вот такие разные детали мне хочется чтобы было не только тепло а чтобы там в берлоге были запасы рисуем варенье мед всякие компоты и чашечку и чайничек для чая создаем уют сказочную картинку вы можете придумать свои детали а можете обойтись и без них я даже бочку меда нарисовала и конечно же будильник чтобы медведи не просну не проспали наступление весны чтобы будильник их разбудил а пока что зима и новый год скоро нарисуем елку и большой мешок с подарками украсим огоньками игрушками создадим настроение новогоднее все надежно закроем приклеим чтобы никто не тревожил маму и малыша засыпем берлогу снегом белым голубым розовым я рисую снег ватной палочкой с неба сыпятся серебристые снежинки зима медведи спят посмотрите как наши ребята рисовали медведей берлоги тема одна а рисунки очень разными кто-то рисовал акварелью кто-то гуашью кто-то восковыми милками где-то прыгают зайцы где-то темный дремучий лес главное что все попробовали постарались каждый нарисовал свою историю и вы тоже обязательно попробуйте мы желаем вам творческих успехов и хорошего настроения если вам понравилось наше занятие обязательно поставьте лайк подпишитесь на наш канал напишите какие темы вы хотели бы нарисовать вместе с нами спасибо друзья за внимание до новых встреч субтитры сделал DimaTorzok